Мстители Финал, скорее всего, станут последним фильмом, где Танос будет выступать в роли главного злодея киновселенной Марвел. И пускай в комиксах очень много плохих парней, занять этот пост после Таноса будет непросто – это должен быть кто-то невероятно сильный и устрашающий. Вот несколько злодеев, которые могли бы стать следующими главными противниками. Во вселенной Марвел Целестиалы – это расы космических существ, которые в качестве грандиозного эксперимента создали по всей галактике разумные формы жизни, включая человечество. И когда этот эксперимент перестал отвечать их стандартам, Целестиалы закончили его. Они уже появились в Стражах Галактики, голова Целестиала является базой под названием Забвение, и, судя по слухам, они могут появиться в грядущем фильме Вечные, что означает, что герои киновселенной могут встретиться со своими создателями довольно скоро. Из злодеев, которых мы уже видели в киновселенной, самым потрясающим и могущественным противником был богоподобный Дормаму из Доктора Стрэнджа 2016 года. Даже сам Стивен Стрэндж понял, что он не ровня Дормаму, поэтому и прибегнул к хитрости, чтобы заставить его пообещать больше не связываться с Землей. Но клятвы можно нарушить, и, если Дормаму вернется, придется объединить очень много героев киновселенной, чтобы остановить его. Одним из наиболее хорошо сохранившихся секретов Войны Бесконечности было неожиданное появление старого врага Капитана Америки Красного Черепа. Зрители не видели его на большом экране с 2011 года после Первого Мстителя, и судьба основателя Гидры была загадочной. Однако, когда Танос забрал Камень, Красный Череп может вернуться на Землю, и кто знает, как его могла изменить жизнь на одинокой планете. Он был достаточно опасен даже до того, как был проклят Камнем Бесконечности, но теперь он может пойти против Мстителей. С тех пор, как фанаты узнали, что в Капитане Марвел появятся Скруллы, ходили слухи об истории секретного вторжения на большом экране, которая была описана в комиксах в 2008 году. В ней рассказывалось, что пришельцы уже проникли на Землю давным-давно. Или мы могли увидеть подробности Эпичной войны Скруллов и Кри 1971 года выпуска, которая вошла в основу фильма. Конечно, Скруллы в этом фильме оказались нормальными ребятами, но их довольно много, и не все могут быть доброжелательны, а это значит, что любой из эпичных сюжетов может добраться до большого экрана. Когда читатели комиксов Марвел думают о большом, космическом и угрожающем миру злодея, первым на ум приходит Галактус. Это – бессмертное существо, жившее ещё до Большого взрыва, и утоляет оно свой ненасытный голод, пожирая целые планеты. Он, вроде как, появился в 2008 году в Фантастической четверке Вторжения Серебряного Серфера, но лишь мельком. Его сделали просто большим тупым облаком. Теперь, когда Disney приобрел права на Галактуса у Фокса, классический суперзлодей может появиться на экране, а зрители однажды могут услышать фразу «Я голоден» после титров. Он бы отлично вписался в четвертую фазу. Было бы прикольно увидеть сражение Мстителей против Лиги Справедливости, и это даже не такая уж и безумная идея. У Марвел действительно есть своя версия Лиги Справедливости. Это группа героев из альтернативной вселенной под названием Верховный Эскадрон, и включает она в себя персонажей, которые являются аналогами героев DC. Таких как Супермен, Чудо-женщина, Зелёный Фонарь, Флэш и Аквамен. Конечно, было бы наглым сюрпризом, если бы Marvel рискнули получить судебный иск от Warner Bros., но фанаты комиксов были бы на седьмом небе. Окупаемость может стоить такого риска. Неясно, будет ли Марк Руффало продолжать свою роль после Мстителей Финал, но если он продолжит, то нас ждёт интригующее будущее – Маэстро. Ходят слухи, что Брюс Бэннер и Халк могут помириться после Войны Бесконечности и стать Профессором Халком. Эта версия персонажа обладает грубой силой Халка и блестящему Мом Бэннера одновременно. А теперь представьте, что может случиться, если эта махина встанет не на ту сторону – именно таким и является Маэстро. В комиксах это будущая версия Халка, который захватил мир и убил всех других героев. И если он станет следующей угрозой, у фанатов побегут мурашки по коже. Однако, когда дело доходит до противников Мстителей, есть один, который затмевает собой всех остальных – и Локи, и Альтрона, и даже Таноса – Канг-Завоеватель. В комиксах ни один злодей не приносил Мстителям больше проблем, чем Канг. Полевой командир из далекого будущего, который использует путешествия во времени, чтобы вторгаться в другие эпохи с помощью своих технологически превосходящих армий. Это – ещё один персонаж, чьи права были связаны с Фоксом, но теперь, учитывая сделку и возможные путешествия во времени в Мстителях Финал, кажется, что пришло время для Канга. Возможно, самый важный злодей Марвел в комиксах – это Доктор Дум, и он уже появлялся в двух разных итерациях Фокса в Фантастической четверке, и обе версии были, выражаясь по-фермерски, чистейшим навозом. Но, как и в случае с Галактусом, Marvel Studios теперь принадлежат права на его экранизацию, и они-то уж точно сделают всё как надо. Доктор Дум на самом деле наводит ужас при ближайшем рассмотрении. Это, по сути, злой Тони Старк с интеллектом гения и превосходной бронёй, да к тому же и колдун, который стоит на уровне Доктора Стрэнджа. И вы понимаете, что ничего хорошего не случится, если более одного умного Доктора окажется в одной комнате. – Я не должен сказать ничего. И это не единственные герои, для которых Доктор Дум является злым отражением. Представьте, что будет, если на экране появится подобие Ваканды, который рулит не Черная Пантера, а Доктор Дум. Эта страна называется Латверия, и он там является железным кулаком в прямом смысле слова. В комиксах он победил Мстителей и захватил мир в одиночку, поэтому было бы круто, если бы его правильно раскрыли в киновселенной Марвел. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Мстителей, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!